добрый день уважаемые коллеги когда пытаешься оценить с одной стороны достижения службы крови с другой механизм создания тексты клинических рекомендаций понимать что в общем-то эти очень важные замечательные вещи находятся в каких-то параллельных реальностях начну с простого примера тепловая утоиммунная гемолитическая аниме больница просит станцию подобрать кровь получает ответ представлены на картинке что-то какие-то мутные исследования проведены в итоге кровь мы вам не дадим вопрос а зачем тогда вообще станция переливания крови нужно что делать больнице как лечить основное заболевание если гемоглобин уже 38 то есть вот невольно вспомнишь дедушку ленина с цитатой ну известной с двадцать первого года а вот цитата из руководства американской ассоциации банков крови нельзя отказываться от переливания крови исключительно из-за сериологической несовместимости во всем мире если гемоглобин меньше 60 граммов в литре льют максимально подходящую кровь великобритания самая серьезная система гемонодзора шот посмотрите итоги восемнадцатого года это 20 покойников пострансфузионная летальность не такая хранимая богом страна как наша максимальное количество смертей delays задержки англичане не перелитую вовремя кровь считают ошибкой учитывают такие вещи борются с ними и приходят вот к такому простому выводу не задерживая не позволяя пациенту истечь кровью или умереть от аниме но вывод тоже ребята грамотные но поругался я на этого врача бедного а что ей делать она должна подобрать совместимую кровь этот тезис у нас нигде не про а ну прописан вернее в гости так переведенной с возовского документа по клинической трансфузиологии есть у нас гост но он такой вроде бы как обязательным не является поэтому ну простое положение надо ввести элементарное как как во всей планете максимально подобрали совместимое по фенотипу из того что у нас есть то есть станция переливания крови должна работать точно так же как восточный базар а мне должно быть слова нет раз больница у нее что-то просят надо ей выдать то что она просит основные наши результаты по данным минздрава по количеству рецепентов конечно тут похоже что процентов на 25 завышена потому что они все строки таблицы 3200 пока суммирую тем не менее давайте официальными руководствоваться три с лишним миллиона компонентов стране перелита да серьезный наш вклад в охрану здоровья россиян служба наша очень зарегулирована это хорошо и на новелла девятнадцатого года отмена технического регламента из вступление в силу правил которая перед вами на картинке находится будем вызывать их теперь для правилами всегда правило 797 по номеру постановления правительства и вот писатели этих правил в одном абзаце показали многие достижения производственной трансфузиологии это правда мы можем делать очень хорошие компоненты крови но а как же их применять какой вид выбрать нашему рецепиенту сегодня сейчас в соответствии с клиническими рекомендациями давайте мы это запомним что такое лучшие компоненты крови на сегодняшний день там где клетки везде добавочный раствор взвесь плазму убираем отовсюду убираем лейкоциты тромбоциты оптимально конечно использовать пулированные они дешевле и фактически это получается если вы пулированные тромбоциты не делаете значит вы выбрасываете их часть крови губите иногда бывает нужен аферез там где можно инактивируем патогены плазму заготавливаем от мужчин моя профилактика трали и криопрецепитат который все более и более востребован надо пулировать как уже делает свердловская областная станция переливания крови все же такое клинические рекомендации есть достаточно пространное и точное определение в 323 фазе прямо в разделе определения то есть это документ который содержит всю информацию самую супер современную о профилактике диагностики лечения какого-то пациента еще цитата из нашего основного закона в клинической рекомендации которую разрабатывают профессионалы должны быть указаны медицинские услуги предусмотренные номенклатурой медицинских услуг какая экономическая суть клинических рекомендаций на основе их разрабатывают стандарт который себя включает уже чистоту представления и кратность применения видите шести вести вещей услуг препаратов изделий компонентов крови видов питания и чего-то еще новый за этот стандарт это деньги и возможность контроля еще цитата из той же статьи врачебная комиссия может стандарт расширить в отношении но уже не шести вещей а трех лекарств изделий и питания поэтому если компонент не указан в клип стандарте а там он может появиться только из клинической рекомендации то даже врачебная комиссия тут уже помочь не может соответствии с законом издан приказ минздрава россии из 19 года все клинические рекомендации должны быть основаны на номенклатуре есть совет соответствующий легко его на страничке минздрава найти прямо на картинке видите адрес в интернете этот совет очень уважаемых авторитетных людей составил перечень заболеваний на основе для для разработки клинических рекомендаций в основе этого перечня посмотрите самая левая колонка мкб то есть надеется на то что будут рекомендации скажем по переливанию крови вообще все при туберкулезе при кишечных инфекциях но немножечко наивно во всяком случае в ближайшее время такого не будет точно то есть каждая рекомендация под кишечным инфекциям и туберкулеза должна содержать виды компонентов и особенности их применения не так давно вышло письмо об очень важных для нас клинических рекомендациях по послеродовым кровотечениям правда ребята как-то проскочили не в девятнадцатом году приняли в конце восемнадцатого года но тем не менее супер авторы самые светлейшие умы великолепные рекомендации колоссальные но похоже что трансфузиолог то все таки не считал и у меня такое ощущение что многих авторов уважаемых клиницистов просто местные трансфузиологи держат на каком-то голодном пайке ну давайте конкретнее в упомянутом уже приказе есть структура клинических рекомендаций в ней нас интересует два раздела шестой и седьмой диагностика и лечение в этой части лекции поговорим о диагностике что же предлагается при послеродовом кровотечении выполнять определить группу крови резус-фактор это реальность я же говорю параллельной реальности это реальность клинических рекомендаций а вот реальность правил 7 9 7 4 антигена минорных системы рейдж и антиген киев скрининг алоиммунных антител обязательно и проба на совместимость конечно в пробе кумбса но если мы антитела выявили что у женщин бывает нередко то дальше уже индивидуальный подбор диагностикой кстати говоря в номенклатуре все не так плохо большое количество видов подвидов ну даже видите дафи упоминается цивилис мнс люис то есть ну прилично потом мы когда до лечения дойдем мы вот это еще вспомним порадуемся за специалистов диагностических тем не менее давайте посмотрим ну у нас мы счастливая страна у нас алоиммунизации мало летальные исходы от нее не развиваются бедные англичане живут значительно хуже нас у них есть тяжелые и летальные гемолитические реакции и вот из-за нерегулярных антител посмотрите более половины реакции вызваны антигенами кит и самое часто вовлеченное антитела это антикит а вспомните если нашу номенклату антигена кит вовсе нет ну вот важная для нас услуга фенотипы антитела забыли немножечко авторы рекомендаций но ничего страшного рекомендации это текст его можно всегда отредактировать вот номенклатуре почему фенотип то вместе с антителами антитела обязательно если вы решили переливать кровь в скрининг антител обязательный фенотип необязательных конце концов у нас фенотип может быть известен документирован и все что представлено на картинке все может переноситься из документа в документ так предполагают правило 797 поэтому конечно надо ее разделить но а где в номенклатуре идентификация где титр антител у беременны где иммунные анти-а анти-б которые гемолитическую болезнь новорожденного вызывают кида нет вообще и где сложные методики адсорбция иллюция генотипирование эритроцитов то есть номенклатуру надо дополнять и рекомендации дополнять современными правилами работы службы крови о которых можно по больше узнать на наших учебных циклах пожалуйста заходите к нам на сайт transfusion точка ру ну здесь удобное расписание работы кафедры вход на портал заявки на учебу книжки спасибо вам за внимание а во второй части этой лекции поговорим о лечении всего вам доброго до свидания